Это история Леонида Млечина для тех, кому небезразлична наше прошлое. Сложись истории иначе в эти июльские дни отметил бы свою годовщину первый немецкий посол в Советской России граф Вильгельм Мирбах. Он родился в начале июля, но ему не суждено было отметить не только большие юбилеи, но и вообще прожить долго, потому что через несколько дней он будет убит в результате лево-эсеровского мятежа в Москве. А эта драматическая история и по сей день остается для многих непонятной. Граф Вильгельм Мирбах был известным дипломатом. Он возглавил совместную сначала германо-австрийскую миссию, когда большевики начали мирные переговоры, переговоры о заключении мира с государством Четверного Союза, чтобы выйти из Первой мировой войны. Потом, когда мир был подписан, то Мирбах возглавил первое иностранное посольство в Советской России. Он был первым иностранным послом, который обосновался в революционной Москве, потому что Германия была первым государством, которое признало Советскую Россию. Нельзя сказать, чтобы немецким дипломатам, несмотря на очевидное желание большевистского руководства, развивать отношения с Германией было сильно хорошо. И мы, вообще говоря, был жесткий режим, дипломатам велели не выходить с территории посольства. Мирбах, приезжая в наркоматы иностранных дел, жаловался, говорил, у меня молодые дипломаты, им хочется выйти погулять. Ему сильно не рекомендовали. Тем не менее двое дипломатов отправились в город, их побили. И больше они никогда не возвращались, больше они никогда уже погулять не выходили. Но Мирбах ждала куда более чудовищная судьба. В один прекрасный день в посольство приехали два представителя Российской чрезвычайной комиссии ВЧК с мандатом для проведения переговоров с послом. Мандат был на бланке с печатью и подписью Дзержинского. Подпись была поддельная, печать была подлинная. Ее поставил заместитель Дзержинского ВЧК Вячеслав Александрович, подлинная фамилия Дбитриевский. Приняли посланцев в ВЧК. Это были двое чекистов. Яков Блюнкин, Николай Андреев. К ним вышел посол Мирбах. Николай Андреев умрет молодым и не оставит воспоминания. О Блюнкин рассказывал о том, как он разговаривал с немецким послом. И думал о том, что я сейчас тебя убил. Он взял портфель, сейчас я вам покажу бумаги, сказал, он достал оружие. Он убил Мирбаха. Убили. Убил Мирбаха, потому что таково было решение руководства партии левых эсеров. Зачем было принято это решение? Дело в том, что левые эсеры... Когда советская власть создалась, то у власти находилось коалиционное правительство. Сейчас это кажется очень странным. Но Совнарком был сформирован коалицией двух партий. Большевиков и левых эсеров. Эсеровская партия была в 1917 году самой популярной в России. Когда были выборы в учредительное собрание, то больше всего мандатов получила партия эсеров, социалистов, революционеров. Потому что это была крестьянская партия. Это была партия, которая выступала в защиту интересов крестьянина, которая требовала раздать им землю. А Россия была крестьянской страной, и крестьяне голосовали за свою партию. Когда произошел... Когда большевики взяли власть, эсеры раскололись на правах, которые не признали вооруженного захвата власти. И левых эсеров, которые поддержали большевиков, и вошли в правительство, и получили целый ряд мандатов, в том числе в ключевых ведомствах важной должности. Эсеры вошли в состав Всероссийской чрезвычайной комиссии. Заместителем Дзержинского был Вячеслав Александрович, один из видных левых эсеров. А лидер левых эсеров, знаменитая Мария Спиридонова, знаменитая террористка, стала заместителем председателя ЦИК. То есть высшего государственного органа. Фактически она была вторым, ну формально говоря, вторым человеком в стране. Председателем ЦИК был большевик Свердлов, а она была заместителем председателя. И говорили, что в 1917 году Спиридонова была самой влиятельной, в начале 1918 года, самой влиятельной женщиной в России. Почему большевики, почему эсеры выступили против большевиков? По двум причинам. Во-первых, большевики очень плохо относились к крестьянам. Большевики были партией пролетариата. Крестьяне считались отсталым классом. А в условиях того, что большевики, мгновенно начав коммунистические преобразования, разрушили экономику и начался голод, то деревни стали рассматривать просто как амбар, откуда надо выкачивать хлеб. Не покупать хлеб, а именно выкачивать. И туда отправились продотряды, которые просто изымали у крестьян хлеб. Крестьяне восстали. Естественно, эсеры были на стороне крестьян. Кроме того, эсеры не приняли мира с немцами. Очень многие в России тогда не приняли мир с немцами. Ну как же так? Воевали столько лет. Почему таким образом мы заканчиваем войну? Зачем мы заключаем сепаратный мир? В июле 1918 года в Москве открылся Пятый съезд Советов, на котором левые эсеры выступили против большевиков. И против их политики в деревне, и против заключения мирного договора с Германией. Они говорили о том, что вы, большевики, пляшете под дудку графа Мирбаха. Все, что вы делаете, вам диктует граф Мирбах, который получает команда из Берлина. Вопрос об иностранных агентах тогда еще как таковой не возникал, но обвинения уже тогда звучали все те же самые. И левые эсеры решили поднять восстание, чтобы не то, чтобы, как потом стало, не то, чтобы они хотели захватить власть, они хотели вот такими террористическими актами воздействовать на самосознание людей. Дело в том, что такова была практика эсеровской партии. Социалисты-революционеры, борцы за крестьянское дело считали правильным актом индивидуального террора. И именно эсеры были теми, кто стрелял в высших царских чиновников, не большевики. Большевики в индивидуальном терроре не участвовали, и меньшевики не участвовали, социал-демократы были против. А эсеры считали, что это нужно делать, что никаким другим способом мы, что называется, не достучимся до сердец и умов граждан. И вот они восстали, убили германского посла, захватили почту и телеграмму, арестовали Феликса Эдмундовича Дзержинского. Феликс Эдмундович Дзержинский, глава советской госбезопасности, создатель этого ведомства, поехал к левым эсерам, которые в Трехсвятительском переулке обосновались в штабе отряда ВЧК. Это был подчиненный ему отряд, но командовал Дмитрий Попов, который был левым эсером. Дзержинский туда примчался и сказал, мы вас накажем. Мы его, никого наказывали, не смог, его просто арестовали. То мы арестовали других видных чекистов, и это ведомство никак в подавлении мятежа участвовать не смогло. Там люди, оставшись без Феликса Эдмундовича, растерялись. Левосеровский мятеж был подавлен наркомом по военным и морским делам Троцким. Он вызвал из-под Москвы два латышских полка и задавил этот мятеж. Вся эта история имела, конечно, большие последствия. Дело не только в том, что убили Мирбаха ни за что, он не совершал никакого преступления, и никакой суд не приговорил его к смерти. Погибло еще какое-то количество людей. Но главное стояло вот в чем. Левые эсеры, естественно, были выброшены из всех организаций. Коалиционное правительство перестало существовать. У власти осталась одна партия, осталась однопартийная диктатура. Это само по себе было губительно для России. Кроме того, исчезла партия, которая выражала крестьянские интересы, что и приведет потом к чудовищному давлению на крестьянство, иногда даже к уничтожению русского крестьянства, что проявится в момент коллективизации и раскулачивания. Левых эсеров сдала чудовищная судьба. Поначалу как бы все простили. Блюмкин и Андреев бежали на Украину. Андреев там заразился тифом и умер. Блюмкин вернулся, его судили, наказывать не стали. Вернули в аппарат госбезопасности, где он служил, и потом он будет расстрелян уже как сторонник Троцкого. Но за левыми эсерами будут охотиться, и в конце концов их всех арестуют, и последних из них расстреляют осенью 41-го года. Последние левые эсеры, руководители этой партии, таких Марии Спаридонова, и ее муж Майоров, который был замнаркома земледелия, еще какие-то видные фигуры, будут расстреляны в октябре 41-го года по обвинению в том, что они выступают в немецких интересах. Само по себе это было преступление, потому что никакой суд не приговаривал их к смертной казни. Ну какая-то чудовищная издевка. Расстрелять как немецких агентов людей, которые всеми силами выступали против такого тесного союза с Германией, даже против мира с Германией. Вот какая история вспоминается, когда смотришь в календарь и видишь, что в эти дни отметил бы свой день рождения граф Вильгельмирбах, если бы он не был убит в июле 18-го года в Москве, в здании немецкого посольства. Мы с вами впредь будем вспоминать такие драматические эпизоды, которые на самом деле очень многое определяют в истории страны. Ну а чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!